МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Главный врач». У каждого в жизни есть главный врач, тот, кому можно и нужно доверять. Вы тоже можете задавать вопросы и получить ответ от главного врача больницы имени Боткина, Дениса Гусева, с которым мы встречаемся в эфире каждую неделю. Есть ряд заболеваний, которые передаются исключительно по наследству. И это так называемые наследственные дистрофии сетчатки, наследственные дистрофии роговицы. И в таких заболеваниях, к сожалению, виноваты только наши гены. Если говорить о лазерных достижениях хирургии, то сейчас есть такие технологии, которые убирают одну диоптрию за одну секунду. То есть если у человека 7 диоптрий близорукость, то операция длится 7 секунд. Чем опасна снижение прозрачности роговицы? Кому требуется ее пересадка? Что такое кератоконус и какими могут быть первые симптомы? Как генная терапия помогает вылечить врожденную дистрофию сетчатки глаза? Об этом и не только в нашей программе. Денис Александрович, вот говоря о последствиях коронавирусной инфекции, мы говорили о влиянии на сердечно-сосудистую систему, на нервную систему. А вот что касается глаз, как на зрение влияет? Ну, поскольку основным органом, мишенью для коронавируса является сосудистое русло, поэтому глаза не исключение. У меня такой информации о поражении глаз после принесенной коронавирусной инфекции нет, но у нас сегодня будет прекрасная, уникальная возможность спросить об этом специалистов. Можно предположить, что зрение может. Конечно, безусловно. То же самое поражение микроциркуляторного русла, которое происходит в головном мозге. Что такое глаза? Глаза – это головной мозг вынесен на периферию, по большому счету. Поэтому говорить о том, что поражается коронавирусом, в том числе и глаза, конечно, нужно. Теперь к основной теме нашего выпуска. По статистике, один человек на каждые две тысячи страдает наследственной дистрофией сетчатки. В Петербурге число таких людей приближается к четырем тысячам. Как выявить это заболевание на ранних стадиях? И можно ли исправить генетическую поломку? О врожденных заболеваниях сетчатки глаза мы будем говорить сегодня с моей коллегой, врачом-офтальмологом. Я приглашаю в студию Кристину Константиновну Шефер. Кристина Шефер – врач-офтальмолог, заведующая детским отделением клиники «Микрохирургия глаза» имени Академика Федорова, доцент кафедры офтальмологии Медицинского университета имени Мечникова, кандидат медицинских наук. Кристина Константиновна, вы руководите детским отделением. Вот по статистике, в последнее время у детей действительно стало ухудшаться зрение чаще? Это как-то может быть связано с современным влиянием гаджетов? Ну, вы знаете, действительно, за последние десятилетия выросло количество пациентов в нашем отделении с близорукостью и с косоглазием, потому что влияние гаджетов отчасти есть. Любая мелкая близкая нагрузка, она вызывает склонность детского глаза к миопии, особенно если эта нагрузка начинается в раннем возрасте. Если еще 40 лет назад дети росли, целый день гуляли, начинали читать чаще все-таки ближе к школе, к 7 годам, и близкая нагрузка начиналась в этом возрасте, то сейчас мы очень часто видим ту ситуацию, когда ребенок с года уже получает навыки такого домашнего образования с большим количеством нагрузок, попыткой читать, попыткой отвлечь ребенка гаджетом. И, конечно, это большое количество избыточной нагрузки для близи может вызывать близорукость у детей раннего возраста. Мы решили спросить у горожан, что влияет на зрение, что может ухудшать зрение. Давайте послушаем, что они на ответили. Просмотр компьютера, наверное, телевизора, ну, таких-таких обычных вещей. У меня такая проблема, мне кажется, но я капаю капли увлажнительные, увлажняющие, вот. И делаю зарядку для глаз. Вот так вот вожу по диагонали, там сверху весь, и морковь тоже ем. Я недавно, кстати, хотела, проверяла зрение, мне сказали, что у меня оно сильно упало, и проблема в том, что мы не носим линзы, очки, что в основном вот так вот щуримся, напрягаем мышцы, глаз. Сейчас учеба, и мы очень много времени проводим в телефонах, чем в учебниках, бумажных каких-то вариантах, поэтому, да, я думаю, гаджет — это основное. Потому что, во-первых, мы много лет едим ненатуральную пищу. Например, одна из причин — экология плохая. У меня это от мамы досталось, а так я очень много читала, играла в компьютерные игры, и поэтому упала в первом классе. Ну, скорее от чтения, от большой нагрузки из-за школы. Мало солнечных дней в Санкт-Петербурге. И плюс еще, если учатся, очень много студентов, например, у нас на шестом курсе уже практически все были в очках, напряжение на глаза. В темноте книги читают. Вот смотрите, про наследственность только одна девушка упомянула. А насколько это вот действительно важный фактор или все-таки электронное устройство? Вы знаете, важны все факторы. Мне очень понравился момент, который отметила одна из женщин про малое количество солнечных дней в Санкт-Петербурге. Потому что пребывание на солнце, пребывание на улице действительно снижает риск развития близорукости. И именно поэтому те люди, которые проживают в северных регионах, гораздо чаще имеют близорукость, чем те люди, которые проживают на юге. А вот наследственность, она, конечно, очень важна. Наследственные факторы вызывают различные заболевания. И есть, например, та же самая близорукость, которая считается в глазном мире достаточно простым заболеванием, потому что мы можем надеть очки и видеть хорошо. В близорукости, конечно, тоже фактор наследственности играет свою роль. Но есть ряд заболеваний, которые передаются исключительно по наследству с помощью генетической поломки. И это так называемые наследственные дистрофии сетчатки, наследственные дистрофии роговицы. И в таких заболеваниях, к сожалению, виноваты только наши гены. И только генетически через поколение наших родных или в каком-то возникновении мутации новой мы можем это получить. Ну вот перед тем, как мы окончательно погрузимся в проблему наследственных заболеваний, давайте посмотрим все-таки, как устроен наш глаз. Глаз или глазное яблоко – это сфера диаметром около 24 миллиметров. Состоит из трех оболочек. Наружная – из склеры белого цвета и прозрачной линзы – роговицы. Средняя оболочка сосудистая. В нее уходит радужка, ресничное тело и сосуды. Радужка помимо мышц содержит пигментные клетки, которые определяют цвет наших глаз. В центре – зрачок, круглое отверстие, через которое лучи света проникают внутрь. За зрачком свет принимает двояковыпуклая линза – хрусталик. Он способен изменять кривизну. При фокусировке на близких объектах хрусталик становится более выпуклым и сильнее преломляет свет. При взгляде вдаль делается более плоским. Преломляет свет и прозрачное, желеобразное, стекловидное тело. Им заполнено две трети глазного яблока. На задней стенке глаза – внутренняя оболочка – сетчатка. Ее светочувствительные клетки обрабатывают информацию, приходящую со светом, и отправляют ее в мозг по зрительному нерву. За остроту зрения и различия цветов отвечает центральная часть сетчатки – макула. Она очень мала, всего 5 мм. Периферическая часть дает нам боковое и сумеречное зрение. Сетчатке необходим постоянный приток кислорода, который доставляется по разветвленной сети кровеносных сосудов. Нарушения кровообращения губительны для ее клеток и грозят человеку потери зрения. Сложнейшее такое строение. И все-таки по каким признакам вы можете определить, что есть наследственные заболевания сетчатки? На самом деле пациенты с наследственными дистрофиями сетчатки делятся на несколько групп. Потому что есть наследственные дистрофии, которые проявляются с рождения. Есть наследственные дистрофии, которые проявляются в более старшем возрасте. И сами дистрофии делятся на две крупные группы. Это центральные дистрофии сетчатки, когда в первую очередь нарушается острота зрения и снижается качество зрения. И второй вид – это периферические дистрофии, когда в первую очередь начинается затруднение в сумерках, в темноте, начинают сужаться поля зрения, и снижение остроты зрения возникает вторично. Если мы говорим о пациентах детского возраста с наследственными дистрофиями сетчатки, чаще всего проблемы замечают родители. Родители замечают нестагм, то есть колебательные движения глаз у пациентов. Замечают то, что он хуже ориентируется в пространстве, особенно в сумерках, если это периферические дистрофии, которые чаще встречаются. Они видят, что ребёнок не может, например, сам самостоятельно вечером встать и дойти до туалета, потому что ему нужно обязательно сопровождение либо включение света в этот момент. И вот с такими жалобами на снижение зрения или нарушение ориентировки в сумерках мы чаще всего и видим этих пациентов на приёмах. Но важно, что дети сами очень редко предъявляют какие-то жалобы, так как они с этим родились. Для них это нормальная ситуация, и они не знают, как по-другому. И поэтому очень важны профилактические осмотры у офтальмолога, потому что если жалобы предъявить не каждый, то на осмотре офтальмолога мы можем найти специфические симптомы, изменения на глазном дне, которое сейчас было показано, и изменения определенных функций, таких как острота зрения, поле зрения. И также, естественно, мы используем самые современные высокотехнологичные методы диагностики, такие как оптическая когерентная томография, электрофизиологические исследования, которые при подозрении на диагноз наследственных дистрофий сетчатки помогают нам его подтвердить. Ну вот сетчатка – это, по сути, сосудистая сетка, правильно? Не совсем. Не совсем. Сосудистая сетка находится под сетчаткой, это хореоидая. А, собственно, сетчатка – это концентрация нервных клеток, нервных волокон, и основной частью сетчатки являются фоторецепторы. Это световоспринимающий аппарат, они делятся на палочки и колбочки. Колбочки распространены в основном в центральной части сетчатки, и повреждение колбочек ведет к центральным дистрофиям сетчатки, а палочки в большем количестве находятся на периферии сетчатки, и при периферических дистрофиях страдают в основном они. И вот здесь как раз те самые наследственные дистрофии возникают из-за того, что генетический дефект, который возникает в организме человека, ведёт к ранней гибели вот этих фоторецепторов. Вот оно что. То есть именно поражаются либо периферические, либо центральные, да, вот эти фоторецепторы. И в результате чего в итоге снижается зрение. Это процесс, да? Нет, это генетически обусловленный процесс. Каждый ген у нас кодирует какой-то белок. В зрительном цикле, когда мы смотрим, идёт постоянное превращение определённых веществ биохимически в сетчатке, чтобы из света, который попал на сетчатку, сформировался электрический импульс, который уже по зрительному нерву идёт в мозг. И проблема с наследственными дистрофиями сетчатки в том, что ген, который кодирует какой-то из белков зрительного цикла, неправильно работает, потому что в нём есть мутация. Соответственно, белок, который он кодирует, который должен появиться, не появляется. И нарушается процесс зрения. Нарушается весь цикл, и, соответственно, это ведёт в дальнейшем, к сожалению, к слепоте. Но это было раньше. Потому что сейчас начинают появляться варианты генетической терапии, и те пациенты, которые раньше для нас считались абсолютно неизлечимыми, имеют надежду на то, что вскоре у нас появятся новые препараты генетической терапии, которые будут исправлять эти мутации, и первый препарат уже появился. Отлично. Мы знаем, что составляется база таких пациентов с наследственной дистрофией сетчатки. Вот какие возможности это, соответственно, для них открывает? Любая наследственная дистрофия сетчатки, как я уже говорила, возникает из-за мутации. И чтобы подтвердить этот диагноз, нам недостаточно просто осмотра офтальмолога. Нам нужно обязательно подтвердить этот диагноз генетически. А молекулярно-генетический анализ всегда был очень дорогим. И сейчас в России внедрена программа бесплатной генетической диагностики для пациентов с наследственными дистрофиями сетчатки. И, соответственно, обратившись в центр, который входит в эту программу, пациент может получить осмотр офтальмолога. Если подтвердится клинический диагноз наследственной дистрофии сетчатки, пациент направляется на бесплатное проведение молекулярно-генетического подтверждения диагноза. И в дальнейшем у нас возникает база пациентов с их мутациями. Мы знаем, какое конкретно заболевание у пациента. И это важно, потому что, как я уже сказала выше, сейчас появился препарат на лечение одной из мутаций. Препарат вводится под сетчатку, начинает формироваться правильный белок. И в итоге пациент начинает восстанавливать свое зрение. И этот препарат уже доступен, да? Да. С ноября 2022 года уже активно применяется лечение таких пациентов с этой мутацией. Но, чтобы ее вылечить, мы должны четко знать, что у этого пациента конкретно эта мутация, а для этого нужна та самая молекулярно-генетическая диагностика. А вообще много таких пациентов? На данный момент в России выявлено 36 пациентов с этой мутацией. Из них уже некоторое количество пролечено. 6 пациентов было пролечено на первом этапе, и сейчас еще 10 пролечено на втором этапе. Надо было лечить как можно раньше, да? Чем раньше мы выявили эту проблему, и чем раньше мы начали лечить, тем большее зрение мы сохраним у пациента. Потому что генетическая терапия, которая сейчас применяется, не может восстановить те клетки сетчатки, которые уже погибли. Потому что при наследственных дистрофиях сетчатки, к сожалению, постепенно гибнут клетки сетчатки. И если мы провели терапию на ранних сроках, когда еще большое количество клеток сетчатки сохранено, мы можем максимально сохранить зрение пациенту, потому что после введения этого препарата, а в мире использование этого препарата идет уже в течение 10 лет, стабилизируется зрение, определенные улучшения зрения развиваются в течение полугода после введения данного препарата. И в течение всего периода наблюдения, а сейчас, как я уже сказала, максимальный период 10 лет, эти улучшения сохраняются. И введение данного препарата нужно всего лишь однократное в жизни. Вот за последние десятилетия в лечении генетических заболеваний настоящий прорыв произошел, как ученые шаг за шагом учились редактировать геном наш исторический сюжет. 19 век. Грегор Мендель описывает законы наследственности. Фридрих Мишер открывает ДНК. 20 век. Вальтер Флеминг выделяет хромосомы. 1972 год. В США ученые Стэнли Коэн и Герберт Бойер, исследуя кишечную палочку, понимают – ДНК можно разбить на участки, а затем вставить в ДНК другой бактерии. В 1984-м разрабатывают систему ретровирусного вектора, встраивающего инородные гены в хромосомы. 14 сентября 1990 года. Врач-генетик Уильям Фрэнк Андерсон решается исправить генетический дефект 4-летней Ашанти де Сильва, с иммунодефицитом. Он вводит в ее кровь здоровый ген, встроенный в мертвый вирус герпеса. Через полгода количество здоровых клеток иммунитета у девочки доходит до нормы. Кажется, человечество стоит на пороге технологической революции. Проводит более 400 исследований. Но в 1999 году во время терапии наследственного заваливания печени умирает 17-летний Джесси Гелзингер. Исследования останавливают. 21 век. В центре имени Бакулева разрабатывают генный препарат для пациентов с ишемической болезнью сердца. В 2003 году в Калифорнии переносят гены в нейроны головного мозга и разрабатывают терапию болезни Паркинсона. Появляется препарат на основе аденовируса для лечения рака. 2006 год. Луиджи Нальдини и Брайер Браун сообщают. Найден способ обмана иммунной системы при отторжении модифицированных клеток. Открытие играет ключевую роль в лечении гемофилии. В мае 2007 года в Лондоне 23-летнему пациенту успешно проводят первую генотерапию амавроза либера наследственного заболевания сетчатки. В декабре 2008-го завершили испытания терапии для больных ВИЧ и некоторых видов глухоты и слепоты. В 2017-м в Калифорнии впервые редактируют геном человека с мукополисахаридозом прямо внутри его тела. Спустя два года одобрен препарат для лечения спинальной мышечной атрофии. Для спасения жизни нужен всего один укол. В 2022-м году регистрируют препарат для терапии наследственной дистрофии сетчатки. Копия гена доставляется непосредственно в клетки сетчатки, которые производят белок, преобразующий свет в электрический сигнал, и восстанавливают зрение. Фантастика. Может быть, какие-то еще препараты на подходе? Вы знаете, сейчас в мире проводится достаточно большое количество клинических исследований для препаратов, связанных с наследственными дистрофиями сетчатки. Потому что если мы оценим геном человека, то 270 генов, поломки в них отвечают за развитие наследственных дистрофий. Клинические испытания проходят много фаз. Соответственно, сначала это теоретические разработки, затем лабораторные методы, затем испытания на животных. И третьим этапом клинических испытаний являются уже испытания на людях. Сначала испытывается безопасность препарата, а потом его клиническая эффективность. Так вот, до третьего этапа, до экспериментов, уже выходящих на человека, сейчас дошли 33 препарата. Это, конечно, не 33 мутации, потому что есть несколько препаратов, которые пытаются работать с одной и той же мутацией. И важно сказать, что если хоть половина из этих испытаний клинических выйдет в реальных препарат, это будет большой прорыв. Но реально мы сейчас ждем в ближайшие 5-7 лет около 7 препаратов, которые показывают хорошие результаты и будут лечиться еще новые и новые формы наследственных дистрофий сетчатки. И это только ближайшие годы. А на самом деле время, оно быстротечно. Что такое 10, 20, 30 лет? Они прилетают мгновенно, и я надеюсь, что через 30 лет это будут уже десятки препаратов. Спасибо большое. Спасибо. А вот по поводу наследственности. Вот дети, у которых есть такая патология, их родители как-то исследовали? То есть всегда ли у обоих родителей есть вот такие вот предпосылки? Те мутации, которые в данный момент лечатся, чаще всего связаны именно с рецессивными заболеваниями. То есть заболеваниями с рецессивным типом наследования, слабым геном. И тогда этот ген должен присутствовать и в геноме мамы, и в геноме папы. Обязательно для подтверждения после генетического анализа ребенка делается генетический анализ обоих родителей, чтобы подтвердить, что мутацию ребенок получил от обоих, так называемая биолельная мутация. И только такие дети могут лечиться. На самом деле и взрослые дети все могут получать лечение наследственной дистрофии сетчатки, потому что применение препарата не имеет возрастных ограничений. Народные целители тоже охотно делятся в интернете своими способами восстановления зрения и лечебного воздействия на сетчатку даже. Давайте посмотрим. А что, если я скажу, что можно улучшить зрение с помощью темноты? Нужно закрыться в ванной, выключить все источники света, чтобы ни один луч не попадал, и 5-7-9 минут находиться в кромешной тьме с открытыми глазами. Это очень благотворно влияет на сетчатку, на аппарат палочек и колбочек, на ночное зрение. Что скажете по поводу темноты? Вы знаете, открыты у нас глаза или закрыты. В темноте у нас не идет стимуляция сетчатки, и, соответственно, не идет процесс зрения. Лечебным эффектом темнота, к сожалению, не обладает. Спасибо вам большое. Это очень интересно. Спасибо большое. Очень приятно. Надеемся, что такой прогресс в вашей специальности действительно вернет зрение. Да, и смотрим будущее с оптимизмом вот этого направления. Сохранит зрение. Мы очень надеемся, что дефис Святослава Федорова «Прекрасные глаза к каждому» войдет все-таки в жизнь наших пациентов, потому что современное развитие офтальмологии, она дает надежду большинству наших пациентов и многим тем группам, которые раньше считались неизлечимо больными. И это прекрасно. Спасибо. Спасибо огромное. Если говорить о лазерных достижениях хирургии, то сейчас есть такие технологии, которые убирают одну диоптрию за одну секунду. То есть если у человека 7 диоптрий близорукость, то операция длится 7 секунд. 7 секунд. Провели трансплантацию роговицы. Это был прекрасный просто результат. То есть я видела уже через несколько дней несколько строчек. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Среди самых распространенных заболеваний роговицы. Они встречаются у каждого четвертого пациента, обратившегося к офтальмологу. Подробнее об этой проблеме мы поговорим с моим коллегой, врачом-офтальмологом. Я приглашаю в студию Эрнеста Витальевича Бойко. Эрнест Бойко. Директор Санкт-Петербургского филиала медицинского центра микрохирургия глаза имени академика Федорова. Заведующий кафедрой офтальмологии медицинского университета имени Мечникова. Доктор медицинских наук. Профессор. Заслуженный врач Российской Федерации. Здравствуйте, Эрнест Витальевич. Проходите. Добрый день. Спасибо, что приехали к нам. Пожалуйста. Присаживайтесь. Спасибо, Екатерина. Добрый день. Эрнест Витальевич, мы сегодня хотим с вами поговорить о роговице. То есть, по сути, это та линза, которая отвечает за остроту нашего зрения. Одна из. Одна из. Мы хотели бы разобраться. Вот на сегодняшний день лазерная коррекция. Так много о ней говорят. Вроде бы все о ней знают. Это уже стала рядовой операцией? Или все-таки есть какие-то проблемы, вопросы? И вообще, сколько в год вы делаете таких операций? Ну вот поподробнее расскажите нам, пожалуйста. Да, роговица очень интересная структура такая. Говорят же, береги как зеницу ока. Это как раз вот и относится к роговице. Это прозрачная такая, как на часах стеклышко, которая пропускает свет, действительно является преломляющей такой линзочкой. Она не имеет сосудов, обеспечивает оптику хорошую. Действительно, на ней проводятся операции, преимущественно лазерными технологиями. С одной стороны, это уже рядовое явление, но так же, как смартфоны, как компьютеры. А с другой стороны, эти операции, они сложнейшие. Опять-таки, так же, как смартфоны и компьютеры. То есть, с одной стороны, они рядовые. Для обывателя, вроде все. А для пациента они, я бы сказал, для пациента они легко и просто переносятся, являются амбулаторными, проходят. Подместные анестезии? Конечно, конечно, конечно. И вот, если говорить о лазерных достижениях этой хирургии, то сейчас есть такие технологии, которые убирают одну диоптрию за одну секунду. То есть, если у человека 7 диоптрий близорукость, то операция длится 7 секунд. 7 секунд. А вот что в этот момент делает хирург? Хирург, он осуществляет интеллектуальную, так сказать, подготовку и расчеты осуществляет, вносит свои индивидуальные поправки. Хотя основную часть делает роботизированный лазер. По сути дела, это близко все с роботизацией и с искусственным интеллектом. Вот что в таком случае все равно любопытно. Как обывателю, что делает лазер? Как вот он эту диоптрию? Два слова об истории. Святослав Николаевич Федоров, он внес революцию во всем мире, изменил отношения пациентов к офтальмологии, специальности эту выделил, так сказать, в особую, такую вот потоковую, так сказать, которая делает добро в больших дозах, как вот он мечтал всегда. И первую рефракционную операцию, это помните, насечки такие были, рефракционная кератотомия. Это вот была первая революция, миллионы людей прозрели. То есть надрезы, да? Это были механические надрезы алмазным ножом. И вот дальше пришли на смену эксимерные лазеры. Эксимерные лазеры, они стесывают, так сказать, снимают слоями, микронными роговичные слои в соответствии с профилем. И делают... Форму меняют. Форму меняют, чтобы изменить преломляющую силу роговицы. Но они работают только на поверхности роговицы. Только на поверхности. Это эксимерные лазеры. А следующая революция, уже, можно сказать, третья в рефракционной хирургии, это так называемая лентикулярная хирургия. Я сейчас объясню, что это такое. Лентикула – это чечевица, да? Чечевица – лентикула. И вот лазер внутри роговицы без наружных разрезов, без какого-то соскабливания, так сказать, снятия наружных тканей, он внутри глаза выкраивает, делает два разреза. Один нижний, один верхний. И потом через маленький разрезик вот эту чечевицу вытаскивает из роговицы. Роговица сама по себе тончайшая. 500 микрон, полмиллиметра. А толщина вот этой лентикулы составляет буквально там тоже несколько десятков микрон. И хирург под микроскопом все вытаскивает. И таким образом роговица сохраняет свою механическую прочность в большей степени. И, конечно, это важно для тех, кто с физическим трудом связан. Это важно, что роговица сохраняет свою механическую прочность и не подвержена каким-то травмам последующим. Здорово. По количеству операций ежегодно мы делаем порядка 6 тысяч операций. А общее количество сделанных в Санкт-Петербургском филиале порядка 100 тысяч операций рефракционных лазерных. У нас есть видео вопрос. Давайте послушаем. Доктор, скажите, пожалуйста, в каком возрасте можно проводить лазерную коррекцию зрения? И есть ли возрастные ограничения? Идеально проводить где-то лет до 30, наверное. Но обращается много пациентов более старшего возраста. И в 40, и даже в 50. Это зависит уже от того, с чем приходит пациент. И если в большинстве случаев мы отказываем в операциях в возрасте старше 30-35 лет, то есть достаточно большая категория пациентов, у которых, допустим, высокие степени близорукости, которым мы все-таки делаем эту операцию и в более старшем возрасте. А там пресс-биопия разве не выровняет? Нет, пресс-биопия не выровняет, потому что она скорее появится. Она скорее появится. Если у человека была близорукость, он видел без напряжения на вот таком расстоянии, если ему сделали хорошее зрение вдаль, то как раз в 40-50 лет у него начнется вот этот процесс пресс-биопии, как у здорового человека. Понятно. А нижний возрастной предел какой? От скольки лет можно? Да, Катерина, нижний возрастной предел, мы делаем такие операции с 18 лет. С 18 лет. Но потихонечку он расширяется, и 17-16 единичные случаи тоже делаются. А все-таки какие-то риски существуют? Денис Александрович, если вы придете к врачу или кто-то из наших пациентов, и при любой операции скажут, что рисков нет и все нормально, надо убегать от этого врача. Абсолютно согласен. Конечно, риски есть, но они минимальны, они составляют сотые доли процентов. Некоторые пытаются улучшить свое зрение, не обращаясь к врачу, используя народные методы, вот как, например, предлагают восстановить зрение. Сегодня я вам хочу показать одно средство замечательно. Это для того, чтобы восстановить зрение. Нам понадобятся листья алоэ вера, грецкие орехи, лимон и мед. Лист алоэ мелко нарезать. И теперь выжимаем сок. Грецкие орехи очищаем. Нарезаем. Добавляем в нашу смесь сок четвертинки лимона. И одну чайную ложку хорошего меда. Применяется это средство за 30 минут до еды каждый день по столовой ложке. Пока не почувствуете улучшение. Ну, это прекрасный калорийный 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 калорийный. Очень хорошо снимает этот отек. Ну, мы, конечно, используем стерильный раствор глюкозы. Хотя в народных средствах используется даже и мед. Дмитрий Александрович, а может быть в вашей практике какие-нибудь экзотические рецепты лечения? Ой, экзотические рецепты. Самое главное, чтобы они не вредили. Потому что, к сожалению, чего только не делают. И зубную пасту закладывают, и ожоги получают глаз, и уринотерапией пользуются. Результат, конечно, непредсказуем. Может быть даже опасен. Кроме лазерной коррекции, какие еще операции на роговице выполняются в вашем центре? Спектр операций, которые выполняются на роговице, он очень большой. Самая такая серьезная операция – это пересадка роговицы. Это пересадка роговицы, которая в классическом исполнении является сквозной. То есть, когда вся роговица иссякается и пересаживается донорская роговица. Но в последнее время большую популярность приобрели послойные методы. Когда мы слоями роговицу удаляем, допустим, поверхностное помутнение, удаляются слои, и на это место укладывается уже донорская роговица. Или задняя послойная, когда удаляются, наоборот, задние слои роговицы, и пересаживаются тоже донорские задние слои роговицы. Более щадящие и более лучшие функциональные исходы. Что касается пересадки, кому требуется такая операция? На самом деле таких пациентов сотни и тысячи. И на эти операции существует даже определенная очередь. И главное здесь это современные технологии, для которых, кстати, тоже используются лазеры, которые выкраивают лучше даже, чем алмазный нож, вот эти трансплантаты донорские. И еще одна из проблем это как этот материал сохранить. Потому что получить донорский материал можем, а вот он хранится в течение суток. И донорский материал он тоже бывает, допустим, Александр Александрович, вам это понятно, мы вам и отдаем порой на обследование, что выявляются там всякие скрытые инфекции, и материал выбраковывается. А если пациент приехал, допустим, с Камчатки, с Сахалина, и пациент 2-3 недели ждет, а порой и уезжает, то сейчас мы радикально решили эту проблему, создав в Санкт-Петербургском филиале МНТК микрохирургия глазами Академика Федорова глазной тканевой банк. Это единственный на северо-западе банк глазных тканей для пересадки. Прежде всего, это, конечно, роговица. И используя специальные среды для консервации, роговица может храниться там до 6-7 дней без потери своих оптических качеств. И у нас эта хирургия перешла в разряд абсолютно плановых. Если появляется материал, мы приглашаем пациента, он знает, что он приедет, и точно ему будет выполнена операция. Пока методик выращивания не... В мире есть направления по выращиванию роговицы, но они еще пока не дошли до своего клинического применения. Я думаю, скоро дойдут. А показания – это тяжелые ожоги глаз, это дистрофии роговицы, которые связаны с ее помутнением, травмы, травматические повреждения, и тяжелый, далеко зашедший кератоконус. Да, вот, кстати, мы хотели задать вам вопрос в двух словах нашим телезрителям. Расскажите, что это такое, это заболевание. Кератоконус – это, слава богу, достаточно редкое заболевание, но оно связано с каким-то непонятным, может быть, генетически обусловленным, условленным истончением роговицы. Если роговица сама по себе истончается, то внутриглазное давление производит ее выпячивание, и пациенту появляется почему-то вдруг близорукость высокая, сразу быстро протекающая, астигматизм какой-то, и эта близорукость не коррегируется очками, и ставится диагноз кератоконус. Это прогрессирующее заболевание, и в самых уже далеко зашедших стадиях может даже наступить перфорация роговицы, и вплоть до потери глаза. Поэтому кератоконус необходимо вовремя диагностировать и вовремя его лечить. Для этого есть тоже свои методы. Вот за ходом операции по пересадке роговицы, которую провели офтальмологи клиники микрохирургии «Глаза» имени Академика Федорова, наблюдала наша съемочная группа. Давайте посмотрим. Фабрика по производству зрения. В этой операционной клинике Академика Федорова одновременно проводят 8 операций. На столе рефракционного хирурга Алексея Титова пациент с терминальной стадией кератоконуса. Мужчина поздно обратился к врачам, когда вылечить роговицу уже невозможно. Сегодня ему пересаживают донорскую. Вся хирургия кератопластики сейчас направлена на селективные методы кератопластики, когда меняется не вся роговица целиком, а меняется только ее поврежденная часть. Либо это передняя часть, либо это задняя часть. Так вот, когда происходит последняя стадия кератоконуса, к сожалению, мы меняем всю роговицу целиком. Операция длится около двух часов. Поврежденную роговицу отсекают при помощи фемтосекундного лазера. Это малоинвазивная часть операции. Пациент находится в сознании и общается с хирургом. В данной ситуации мы используем сначала оперативное вмешательство местную анестезию, потому что фемтосекундный этап, он безболезненный, и пациент должен помогать хирургу. К моменту начала болезненного этапа, то есть пришивания донорской роговицы, используется тотальная внутривенная анестезия. Пациент, соответственно, не двигается, не чувствует, спит. Дальше врачи работают в темных 3D-очках. Операционный стол похож на кинотеатр. Только на огромном экране не фильм, а глаз пациента. Система 3D-визуализации формирует изображение в реальном времени. Хирургу не нужен микроскоп. Он видит происходящее в формате 4К. Пациент в это время уже сладко спит. Благодаря тому, что у роговицы нет кровеносных сосудов, после ее трансплантации не нужно принимать препараты, подавляющие иммунитет. Чтобы донорский орган прижился, пациентам не снимают швы больше года. А дальше можно делать лазерную коррекцию зрения уже на донорской роговице. У него восстановится зрение после операции. Как это быстро происходит? Да, особенно при послойной кератопластике зрение восстанавливается до хороших величин за достаточно небольшой промежуток времени. Относительно. Это может быть от месяца до нескольких месяцев. А вот кроме донорского органа, какие еще есть возможности по замене роговицы? Такие возможности есть. Это связано с так называемым кератопротезом. Это искусственная роговица. Моделей, вариантов искусственной роговицы создано достаточно большое количество. Наверное, применяющиеся в практике, это, наверное, с десяток разнообразных моделей. Я не буду их сейчас все перечислять. Это такая полимерная прозрачная пластиночка, представляющая оптическую часть. И гоптическая часть, то, на чем держится это искусственная роговица. Это бывают металлические, титановые такие юбочки, которые вживляются уже в непрозрачные ткани. И в том числе и одна из удачных моделей, это как раз кератопротез Федорова-Зуева. Он и до сих пор применяется. И, должен сказать, сейчас в головной организации разрабатывается трехкомпонентная, содержащая еще и биологическую часть, которая обеспечивает лучшее приживление. Таким образом, работа в этом направлении во всем мире ведется. И, да, действительно, существуют искусственные роговицы, искусственные кератопротезы, которые совершенствуются. Но в идеале, конечно, сделать близкую к настоящей роговицу, которая была прозрачной, приживалась. И к этому мир и наука современная идет. А вот этот вот кератопротез, его со временем нужно менять? Или это однократная? В идеале это однократная процедура. Но иногда за кератопротезом формируется рубцовая пленка. Тогда приходится оптическую часть протеза изымать. Она специально сделана на резьбе, такой подвижной, она выкручивается. Там восстанавливается оптика и обратно имплантируется. Фантастика. Да, вот так вот. К нам в студию сейчас придет пациентка в вашей клинике. Она перенесла несколько сложных операций. Историю болезни и выздоровление узнаем прямо сейчас. Алиша, здравствуйте. Проходите к нам. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Алиша, расскажите нам, пожалуйста, как вы поняли, что у вас есть какая-то проблема со зрением? Какие изменения были? Я заметила ухудшение зрения. Я обратилась к специалистам. Мне ставили диагноз, ну, в основном неправильный астигматизм. Астигматизм бывает правильный? Бывает правильный. Да, бывает неправильный. Правильный – это когда роговица изменена, но она идеально сферичная. А неправильный – когда она имеет в одном меридиане разную проломляющую силу. Так. И зрение мое продолжало ухудшаться. Сопровождалось это тем, что я видела, особенно правым глазом, очень расплывчато, довоилось изображение, даже троилось, сопровождалось все это очень сильной светобоязнью, ощутимой. И я обратилась в МТК микрохирургии глаза имени Федорова. Мне провели диагностику, провели обследование и поставили диагноз. Кертоконус левого глаза – вторая стадия и кертоконус правого глаза – третья, четвертая стадия. Я была в шоке, честно признаюсь, конечно. А вы знали, что такое кертоконус? Ну, мне рассказал мой лечащий доктор, и сразу сказал, что лечение на правый глаз – это трансплантация роговицы. Я как человек неподготовленный, конечно, испугалась. Мы провели первым этапом операцию кросслинкинг на левый глаз. Давайте пояснять нашим зрителям подробности. В ранних стадиях кертоконуса это операция по уплотнению роговицы. Специально воздействуя ультрафиолетом с определенной окраской, дает то, что роговица уплотняется, и растягивание роговицы дальнейшее прекращается. То есть он стабилизируется. Понятно. Да, успешно провели данную операцию. Я успокоилась. Я сразу почувствовала, что это моя клиника, мои врачи, и доверилась полностью. И мы провели трансплантацию роговицы. Успешно прошла реабилитация. Сколько длилась реабилитация? Как сложно она проходила? До момента выхода на работу где-то 3 месяца. Хотя до этого мне говорили, что это может занять от 3 до полугода. Но она достаточно быстро. Не больше 3 месяцев она у меня была. А вот что все это время происходило? Зрение восстанавливалось постепенно? Или были какие-то еще дополнительные процедуры, может быть, упражнения? Процедуры были в виде лекарств, капельки. То есть нужно было соблюдать и закапывать глаз. Вы рассказали свои ощущения до операции, что была пелена, что все двоилось. Через какое время после операции картинка появилась яркая, четкая? Я помню, что мой лечащий врач говорил, что после операции я не буду вас дезинформировать. Это какой-то очень короткий был срок. Он озвучивал количество строчек, которые, потому что мы проверяли, делали диагностику, компьютерную томографию. И, насколько я поняла, это был прекрасный просто результат. То есть я видела уже через несколько дней несколько строчек. Как вы себя сейчас чувствуете? Полностью восстановилось зрение? Да, чувствую себя прекрасно. Я вижу. Но вот, насколько я знаю, что, к сожалению, после операции история ваша не закончилась. Да, и вот расскажите о продолжении. Спустя три месяца после реабилитации по выходу на работу, к сожалению, произошел несчастный случай, производственная травма. В этот же день после травмы меня экстренно госпитализировали в микрохирургии глаза Федорова. Провели операцию. Спасали мой глаз. Верили в успех. И спасли. Я абсолютно счастлива. Что случилось, Света Ильич? Верили в руках. Хотелось очень сохранить этот замечательный результат. Это была какая-то механическая травма? Что-то отчего-то глаз попали? Механическая травма, да. У меня была на работе пластиковой бейдж-с лентой с пластиковой, ну, такой конструкцией, так скажем. Понятно, которая вытягивает. Да, и когда я за него взяла, он просто по инерции ударил в глаз. Это вот в тот глаз, где пересажена была роговица, да? Мне бы, Алиша, хотелось вас поблагодарить, что вы нашли возможность время сюда прийти, потому что вы тем самым помогаете и пациентам. И спасибо вам от наших хирургов и от докторов, потому что не всякий пациент найдет возможность прийти и поделиться сокровенным, так сказать, своим здоровьем. То есть мы обычно, врачи помогают пациентам. В данном случае спасибо, что вы помогаете не только пациентам, но и нам, как медицинским работникам. Алиша, вот сколько времени прошло уже с момента всех манипуляций? И вот сейчас какие-то усилия от вас требуются дополнительные, чтобы сохранять и закреплять этот результат? Упражнения, может быть? Капли какие-нибудь. Нет, на данный момент никаких лекарств нет. Единственное, что я работаю за компьютером очень много, и у меня есть капельки увлажняющие при необходимости, если сухость глаза или какой-то дискомфорт. Докторат разрешает на компьютере работать? Разрешает. Обязательно надо. Зрительная нагрузка. Тренировать глазки, да. Естественно, с перерывами стараюсь тоже так встать, отдохнуть пять минут. Ну, то есть, в общем-то, такая обычная, что называется, гигиена глаз, которая каждому из нас, наверное, будет полезна. Да, делать перерывы и следить за усталостью. Когда целый день за компьютером, то да. Чудесная история. Спасибо вам огромное, что поделились. Спасибо вам, да, что так здорово все у вас происходит. Да, просто настоящие чудеса. Вот мы сегодня слушаем. Хирурги у нас фантастические, конечно, и технологии, да. Это уже, знаете, не просто лечащие доктора, это очень родные мне люди. Поэтому благодарю от всей души. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Будьте здоровы, Насташа. Ну, а вам успехов. Спасибо, Насташа. Вам тоже успехов. Важное здоровье сложно переоценить. Если вас что-то беспокоит, не теряйте времени, обращайтесь к врачу. У современной медицины огромные возможности. Очередной выпуск программы «Главный врач» завершен. Будьте здоровы. Смотрите нас каждую неделю. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok